Игромания.ру представляет Продолжение следует... Понятно, что игры на физических носителей, они ближе к геймеру. То есть у вас есть диск, вы можете купить этот диск, поиграть сами, подарить этот диск своему товарищу, дать поиграть кому-то. И это, в принципе, тоже, конечно, пока оставляет большое «за» в пользу покупки игр в магазинах. Альтернативу офлайн-магазинам предлагает сервис PS Plus, работающий по подписке. За фиксированную сумму игрокам предлагают доступ к большому пакету контента и услуг. Это если в общих чертах. Подписка PS Plus — это некая покупка доступа к определенным сервисам или играм. Подписка — это достаточно простой способ получить доступ к определенному каталогу игр следующим образом. То есть вы заходите в свой Store, вы заходите в раздел «Подписки», выбираете ту игру, которая вам понравилась, скачиваете эту игру себе на приставку и пользуетесь игрой таким же точно образом, как бы если бы вы эту игру купили в офлайн-магазине или в онлайн-магазине. Некоторые игры подписчики получают бесплатно, еще часть могут покупать со скидками. Собственно, это главное, чем выгоден сервис PS Plus — бесплатные и уцененные игры. Вопрос только в том, что входит в бесплатный пакет. Давайте зайдем и посмотрим, во что можно было поиграть в апреле и какие игры предлагали игрокам в марте. Бесплатной игрой марта стала Mass Effect 3 — завершение саги о приключениях Капитана Шепарда. Для любителей файтингов тут последний Mortal Kombat, между прочим, 9,5 баллов от игромании. Еще из того же жанра — Dead or Alive 5 — файтинг 2012 года по версии игромании RU. Помимо этого, сейчас в плюсе доступны Quantum Conundrum — головоломка, во многом похожая на Portal. Платформер-конструктор для всех возрастов LittleBigPlanet 2. Неожиданно хорошая песочница Infamous 2, которая, кстати, еще и эксклюзив для PlayStation 3. Любителям взрывных гонок предлагают MotorStorm Apocalypse, а для тех, кто до MotorStorm еще не дорос — F1 RaceStars. А в завершении списка — аркадные Joe Danger и Joe Danger 2 The Movie, а также дота-образные Guardians of Middle-Earth по вселенной «Властелина колец». Мы рассказывали о ней в программе «Во что поиграть, если помните». Игры приблизительно делятся так. 30% игр, 3-4 игры, может быть, от Sony. Это, как правило, уже известные франшизы, известные игры. Все игры, которые подбираются в каталог PlayStation Plus, имеют рейтинг не ниже 70%. Почему Metacritic, а не, например, игромания? На самом деле мы с удовольствием выбрали бы и игроманию, и видеоманию. Я думаю, что в этом нет сомнений. Но в данном случае Metacritic используется как какой-то общий ресурс, который имеет вес, известен в рамках не только России, но еще и некоторых других стран, скажем так. Какое-то количество товаров предлагают и для портативной консоли Vita. Для нее бесплатно предложили Аркаду с реалистичными жидкостями Paddle, Uncharted — Золотая бездна с очередными приключениями Натана Дрейка, гравитационный платформер Gravity Rush и в довершение Metal Gear Solid HD Collection — переиздание классических частей Metal Gear в одной цифровой упаковке. Список игр в подборке непостоянный. Какие-то из них со временем уходят из бесплатной раздачи, а какие-то добавляются. К примеру, 3-го апреля стали платными Mass Effect 3, Mortal Kombat и Guardians of Middle-Earth. 10-го апреля выбыл Metal Gear Solid HD Collection, а 24-го — Paddle. Взамен пришла Okami HD — ремейк с PlayStation 2, кстати, тоже 9,5 баллов по версии игромании.ру. Появились в бесплатном доступе Lord of the Rings — War in the North и The Cave — новые приключения от Рона Гилберта. 10-го апреля к списку присоединилась Zero Escape — Virtue's Last Reward, которую неоднократно называли «Игрой года» на портативных консолях. А 24-го апреля игроки получили ещё и необычный инди-проект «Thomas Was Alone». Ну и хватит списков. Общий принцип понятен. Игры приличные, надо только следить за бесплатными раздачами в PS Plus и успевать забирать их к себе на аккаунт, пока они вновь не стали платными. А если вы не следите за индустрией совсем уж пристально, то сервис ещё и отвечает на вопрос «Во что поиграть?», каждый месяц самостоятельно предлагая новую подборку бесплатных игр разных жанров высокого качества. У подписки нет цели подвинуть физические носители. У подписки есть цель дать геймерам возможность получить доступ к определённому каталогу игр, к полным версиям этих игр через онлайн. То есть почувствовать удобство онлайн. То есть фактически PS Plus подписка — это вход в онлайн возможности приставки. Если по-прежнему мне захочется получить какую-то коллекционную версию, я всё-таки пойду в магазин и куплю эту коллекционную версию специальную, которая мне нравится, в специальной коробке. Всё зависит от привычек, от ощущений, от пожеланий. Я думаю, что шанс есть и оффлайна, и онлайна. Но при этом очевидно, что удобство онлайна возрастает. Увеличивается, скажем так, пропускается способность интернета. Увеличивается количество возможностей заплатить за игру из дома. Что ещё есть в плюсе помимо бесплатных игр? Очевидно, разные визуальные мелочи. Аватары, динамические темы для консоли. Ну вот, к примеру, частенько доступны бесплатные материалы. А в мае, вместе с игрой месяца Hitman Absolution, подписчики получат и аналогичную динамическую тему. Также существует целый ряд аватары тем, которых больше нет ни у кого другого, потому что они есть только у подписчиков PlayStation Plus. Также подписчикам предлагают двухгигабайтное хранилище в облаке, где можно держать данные для PlayStation 3 и FIT-ы по одному гигабайту для каждой консоли. Сам себе гигабайт — это не много и не мало. Вопрос в том, как и для чего он используется. Здесь идет о сохранениях ваших игр. Вы можете хранить все на облаке, загружать в любом месте, где вы играете. То есть не у себя дома, а там, например, в другом месте, под вашей учетной записью. Просто-напросто вы загружаете свое сохранение, и вперед вы можете играть в того же места, на котором вы остановились у вас дома. Тоже достаточно удобно. Это позволяет воспользоваться особенностью кросс-плей, которая доступна для ряда игр. Начинать играть на PS3, а продолжать на PS Vita. Или наоборот. Еще пользователям доступна обширная подборка триал-версий известных игр, чтобы попробовать их еще до покупки. Установили, поиграли в течение часа. Нравится — купили, играйте дальше. Нет — стерли к чертям и забыли. А тех, кто уже вовсю покупает игры в онлайне, PlayStation Plus поощряет скидками. Не только доступ к каталогу игр. Это еще и уникальные скидки от 20 до 85%. В основном это еженедельные скидки, которые доступны каждый раз с обновлением PlayStation Store, которые у нас, как известно, происходят по вечерам-ночам со среды на четверг. Помимо, собственно, цифровой доставки, сервис обещает заметную экономию. Давайте прикинем, насколько она заметна. Допустим, вот самый дорогой вариант — 1950 рублей в год. Учитывая средние цены на полные версии игр, подписка окупится, если за год вы найдете хотя бы две-три любопытные игры, которые не придется покупать. Подписка PlayStation Plus, она меняет неким образом вот этот вот стереотип о доступности игр, поскольку вот сейчас, в данный момент времени, годовая подписка 365 дней, она доступна за стоимость меньше, чем 2000 рублей. И геймер фактически за эти деньги получает доступ в среднем к 65 играм в год. В постоянном доступе находятся порядка 14 игр, из которых игры как соневские игры, фест-пати игры, так и фед-пати игры, так и игры, скажем так, небольших независимых издателей. То есть достаточно разнообразный каталог, достаточно аккуратно подобранный. Есть, скажем так, определенный уровень по Metacritics игр, ниже которых эти игры не ставятся в доступность в подписку. Где же подвох? А его нет. Из косвенных расходов стоит докупить только просторный жесткий диск, ведь 12 гигабайт флеш-памяти едва ли хватит даже на пару более-менее крупных игр. Но если за год вы играете хотя бы в 5-7 игр на PlayStation, их уже осмысленно выбирать через PS Plus. А если подходите к приставке от случая к случаю, или предпочитаете собирать коллекционки, то не тратьте деньги на подписку, она себя не окупит. Напоследок мы попросили Сергея Калишо поделиться информацией о недавно анонсированной PlayStation 4. Какие прогнозы для российских геймеров? Я абсолютно точно уверен, и я это знаю, я уверяю всех геймеров, что приставка на российском рынке будет запущена не позднее, чем запуск приставки в Европе. Для европейской территории, поскольку Россия является частью Sony Computer Entertainment Европа, как, скажем так, бизнес-подразделение, поэтому мы точно будем запускаться со всеми европейскими странами. Поэтому дата не определена, она будет позднее, но давайте подождем просто.